Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы обсудим, в общем-то, разницу гуманитарных и естественных наук. А вот у нас табличка гуманитарной науки и естественные науки. Так вот, я полагаю, что естественное, техническое и гуманитарное знания имеют большое значение, но многие люди так не считают. В основном мы сталкиваемся с принижением гуманитарной сферы естественниками, а в итоге даже с самими гуманитариями, которые воспринимают пропаганду естественников и повторяют за ними, что гуманитария ничего не значит. Она ненаучна, необъективна, бессмысленна. Чтобы опровернуть это, я решил выдвинуть 8 аргументов, которые показывают те аспекты, в которых гуманитарное знание лидирует над естественным и техническим. Да, для начала, все-таки, где у меня несколько замечаний, потому что они важны. Во-первых, философия не есть гуманитарная, а во-вторых, не есть наука, ни по методу, ни по предмету исследования. Так что в это сравнение философия в целом не имеет никакого отношения. Философия проходит здесь мимо. Философия не имеет никакого отношения ни к гуманитарным наукам, представленным в данной таблице, ни к естественным. К слову, то, что философия не является гуманитарной и не является наукой, я тоже много раз доказывал. Следующее замечание. Мы будем делать уклон в пользу доминирования гуманитарного знания, потому что польза знания технического для большинства в пояснении не нуждается. А сами техники не клемят свою работу бесполезной, как это делают гуманитарии. Мы будем обращать внимание на те сферы, в которых гуманитария определенно сильнее. Это будет такое определенное супер предвзятое исследование в пользу гуманитарии. Но следует заметить, что многие пункты покажутся вам странными. Возможно, даже неверными, но мы попробуем это тоже обосновать. И в случае, если вам что-то кажется неверным, ну не торопитесь как бы особо критиковать, кричать. Все, я могу дальше дообосновать, провести дополнительное обоснование и проверки. Поехали. Первый пункт. Гуманитарное знание более универсальное для человечества, чем техническое и естественное. А техническое знание менее универсальное, чем гуманитарное. А заметим в первом пункте, в первой строке, гуманитарное знание более универсальное для человечества. Для человечества. Именно для человечества. Данный аспект касается человечества. Конечно, естественные и технические науки, ну, в частности, естественные, занимаются фундаментальными вопросами возникновения жизни, существования жизни, также вопросами существования Вселенной, возникновения Вселенной, а также уничтожения Вселенной. Это очень универсальные вопросы, невероятно универсальные вопросы, которые практически не имеют никакого отношения к существованию человечества. Ну, не к существованию, а именно к его, как бы, становлению, продвижению. Эти науки не так уж и часто очень сильно влияют на какие-то изменения, да, они не приводят к каким-то значительным политическим изменениям, они не приводят к каким-то сильным всплескам культуры. Иногда бывает, иногда не бывает. То есть, как выстрелить здесь? То есть, очевидно, что гуманитарное знание более универсальное, чем техническое. Ну, история, искусство, психология, общественные науки, которые считаются гуманитарными, касаются разных вопросов, многие из которых имеют отношение к существованию в целом, к степени моральности, к психологического комфорта, к душевному развитию и так далее. Гуманитария – это то, что активно влияет на все человечество в течение всего его существования. Она влияет на политику, она влияет на искусство, она влияет на культуру. Естественно, технические науки не могут похвастаться тем же самым. Да, действительно, влияние есть, особенно в последнее время. Влияние естественных наук, оно значительное, это бесспорно. Но влияние естественных наук на культуру, политику и прочее, прочее, прочее никогда не достигнет той же степени влияния, как и гуманитария. А по сути, космос, например, космос, нам не важно, что происходит в космосе в целом. Ну, да, тратятся миллиарды, миллиарды на освоение космоса. Ну, какое это значение имеет для общества? Вот как непосредственно на вас повлияло освоение космоса? Ну, здесь можно понять, в большую разницу влияние непосредственно на общество гуманитарии действительно значительно выше, и с этим спорить практически невозможно. Конечно, может быть, сами гуманитарные науки не так уж сильно влияют на общество, но предметы гуманитарных наук, они именно общественные. Гуманитария изучает именно то, что есть человечество само по себе, то, что есть человек, чем он живет, какие у него, в общем-то, интересы, как он развивается и чего он хочет вообще-то от жизни. Ну, то есть гуманитарное знание касается всех тех аспектов, которые имеют непосредственную важность для человечества. Естественные науки, когда как? Ну, иногда, естественные науки просто изучают зверюшек, там белочки бегают по лесам, их изучают ученые, и, честно говоря, для человечества это имеет вот такую небольшую пользу. Да, сохранение экосистемы, да, отчасти полезно. Ну, в последнее время-то это используется не так уж и активно, честно говоря. Вообще-то, эта вот тема экологии стала очень модной в последнее время, но все равно это не используется в такой степени, чтобы превзойти гуманитарное знание в сфере политики и прочих сферах, связанных с человечеством. Ну, да, технические устройства есть, да, технические устройства отчасти многое изменяют. Ну, да, действительно это так, но степень-то все равно не та. Гуманитарные науки здесь доминируют, доминируют причем очень сильно. Следующий пункт. Гуманитария всегда влияет на человека и общество. Технические и естественные науки не оказывают такого значительного повсеместного и постоянного влияния на общество, как гуманитарные. Вот, мы сначала коснулись универсальности гуманитарных наук для человечества, а потом перешли уже к более тонкому пункту, который включен в первый, конечно, включен в первый, да. Второй пункт, частный случай, первого в данном случае. В данной ситуации, да. Так вот, гуманитария, она реально намного больше влияет на общество, чем, собственно, естественные науки и технические науки. Гуманитария действует на людей всегда. Именно вот здесь аспект всегда нужно захватываться в этом пункте. В прошлый раз мы рассматривали универсальность, а здесь мы рассматриваем временность. И также результаты деятельности технический наук носят временный характер именно. Ну, то есть гуманитария, там, этика, какие-то моральные наши взгляды, какие-то базовые произведения искусства, которые оказывают у нас постоянное влияние. Вот это то, что происходит с человеком всегда. Человек всегда там смотрит кино, читает книги, газеты и все-все-все вот это вот он делает постоянно. А вот технические устройства или медицина нужны ему иногда. Я заболел, мне нужна медицина. Я хочу доехать куда-то, мне нужна машина. Только у некоторых людей какие-то перекосы в техническую сферу значительно больше, чем в гуманитарную. И это далеко не все люди в действительности. То есть человек на протяжении всей жизни является частью той или иной культуры, с теми или иными моральными ценностями, с теми или иными ценностями вообще. Все это сфера гуманитарного. А технические же устройства используются вот совершенно не всегда. Гуманитария более обширно захватывает общество, чем техника и практика. И иначе быть просто не может. Лишь в последние годы техника начала догонять гуманитарную сферу по этому параметру. Но это очевидно гонка Ахиллеса и Черепахи. Мы, кстати, потом еще впоследствии обсудим, почему компьютер-то, собственно, важен. Он нам важен, потому что это техническое устройство, или потому что он производит расчеты какие-то арифметические, полезные для науки. Нет, компьютер нам нужен, потому что это машина, помогающая нам в гуманитарных целях. Писать книги, картины и так далее, и так далее, и так далее. Но об этом попозже чуть-чуть. Сейчас будет пункт, от которого бомбанут практически все представители естественных и технических наук. Гуманитарное знание точнее естественного. Естественное знание менее точное, чем гуманитарное. Вот все, разорвали. Разорвали всех естественников. Вот сейчас только вот этими словами. А объяснение здесь довольно простое. Гуманитария, которая является более точной, да, работает по обратному принципу, не тому, который существует, в общем-то, в естественных науках. А естественные науки работают по принципу выдвижения законов природы, следующих из эмпирического опыта. То есть результатом деятельности естественных и технических наук является абстракция, вывод. Так как изучаются многие явления, и о них делается один вывод. Вот такая вот система работы. Гуманитарное знание работает конкретно. Конкретно. То есть нередко предметом некоторого гуманитарного знания является буквально один источник. Например, книга Достоевского, из которой делается множество выводов. И в данном случае источник конкретнее. То есть, да, это какое-то уникальное событие. Уникальное единичное событие. Книга некого Достоевского. Уникальнейшее событие произошло один раз в жизни Достоевского, один раз в жизни человечества. И мы можем ее читать, перечитывать и изучать. Уникальное событие. Это максимум конкретности, который может быть в науке. А с другой стороны, эмпирические науки, которые изучают все посредством абстрагирования и математизирования. А введение математику в исследование, это тоже некоторая степень абстракции. То есть отсюда и следует, что гуманитарное знание точнее естественного. И с этим спорить, ну, по-моему, тоже крайне бессмысленно. Потому что методы такие. Методы. Гуманитарное знание во многом направлено на вот эту вот самую точность. Уникальность именно на изучение уникальных событий, уникальных вещей. История изучает уникальные события какие-то. Причем языком непосредственно, которым эти события были описаны. Ну, да, это мы тоже обсудим чуть позже. Естественное знание, оно менее точное именно за счет того, что оно использует постоянно абстрагирование. Это его просто основная функция абстрагировать. Сделать вывод обо всем и пользоваться потом этим выводом как общим правилом. Из этого, кстати, следует, что гуманитарные науки более объективны, чем естественны. Ее сейчас тоже у всех бомбанет, потому что, ну, обычно говорят, нет, нет, естественные науки объективны. Нет, гуманитарные науки более объективны, чем естественные, потому что у них более точное знание. Их знание больше соответствует предмету исследования. Ну, то есть, у нас есть текст Достоевского. Достоевский там написал, не знаю, любую фразу, абсолютно любую фразу. Про слезинку ребенка он написал. Мы знаем, что это написал Достоевский. Точно. Мы знаем, что эта фраза есть в данном тексте. Точно. И мы можем апеллировать к этой фразе в данном тексте. Абсолютно точно. В гуманитарном, естественном знании ничего подобного нет. Нет никакой книги, в которой на нашем языке, непосредственно на нашем, или на языке, который мы можем абсолютно точно перевести на наш язык, излагаются какие-то вещи, которые мы можем воспринимать так, как они излагаются. В естественных науках, собственно, сам ученый и есть переводчик. Переводчик книги, так скажем, природы. А книга природы, она дана нам без перевода, к сожалению. И ученый уже сам ломает голову, как воспринимать те или иные факты, и как соотносить их с другими фактами. Довольно тяжело. Довольно тяжело, и самое главное, что менее объективно, чем в гуманитарном знании. Ну, к сожалению, вот это вот просто так. К сожалению, с этим придется смириться многим ученым. Они думали, что вот, вот, естественные науки абсолютно точны. Абсолютно, в общем-то, объективны. Но гуманитарное знание более соответствует своему объекту, потому что объект уникален, и этот объект изучается многогранно и многократно. Так вот, продолжаем. Гуманитарное знание по частным вопросам чаще всего является бесспорным. А естественное знание всегда является в некоторой степени спорным, так как любой научный факт включает в себя элементы интерпретации. Здесь тоже все понятно. Многие гуманитарные факты, например, Достоевский писал «Что?». Это просто цитаты. Они бесспорные. Ну, то есть, Ницше в книжке «Веселая наука» высказал такие идеи. Раз афоризм, два афоризм, три афоризм. Цитаты. Мы получили бесспорное знание о том, что писал Ницше. А в естественных науках мы не можем получить такое бесспорное знание. Допустим, ученый исследовал клетки. Сделал некоторые выводы. А на самом деле, мир этой иллюзии, ничего не существует, клеток не существует, и все, конец, как бы. Естественные науки неправы. То есть, естественные науки роются в таких областях, в которых имеется вероятность ошибки. И поэтому они могут подвергаться сомнению, и они могут быть оспорены. Любой философ... Многими философскими школами, в принципе, могут быть оспорены. Подвергнуты критике и сомнению. Гуманитарное знание работает не так. Вот у нас есть Ницше. Мы читаем Ницше. Ницше сделал такие-то выводы. Это написано в такой-то его книге. Абсолютно объективное знание. Абсолютно бесспорное. Просто потому, что здесь, в данном случае, нет никакой апелляции к реальности. А в естественных науках эта апелляция обычно есть. В том-то, кстати, и ценность естественных наук. Они пытаются раскрыть, что такое реальность, как она работает. Они пытаются открыть истину. И это хорошо, это правильно, это верно, это хорошие попытки, это важные попытки. Но просто в гуманитарном знании, даже если мы не пытаемся открыть абсолютную истину этого мира, или какую-то частную истину каких-то событий, нет, мы просто пытаемся посмотреть в текст. Мы открываем глазище наше, смотрим в текст Ницше, читаем текст Ницше, и берем цитаты оттуда, и вот там уже есть некоторые истины гуманитарного знания, которые бесспорные. И некоторые такие истины, ну, их много. Их просто в гуманитарном знании очень много. И это хорошо. Так. И на чем это вообще основано? Просто гуманитарное знание, оно более человечно. Нас не интересует, что происходит на самом деле в природе, нас не интересует, как на самом деле устроен мир. Естественно, для науки этим интересуется. Гуманитарное знание интересуется тем, что думали об этом люди, например. Например, Ницше думал, что мир устроен вот так. Неважно, устроен ли мир так. Для естественного ученого это важно. А для гуманитария неважно. Вот и получается, что Ницше исследовать куда проще, чем реальный мир. Куда проще исследовать Достоевского, чем реальный мир. И поэтому значительная часть истин, которые мы используем внутри гуманитарного знания, они более основательны и более бесспорны, чем истины, которые используются в естественном научном дискурсе. Ну, к сожалению, просто потому, что так сложилось, просто потому, что метод, который сообразуется с нашим языком, метод, который сообразуется с человечеством, вообще с культурой, это метод гуманитарных наук. Методы естественных наук, они другие. Они другие, и у них значительно более амбициозные цели. Поэтому, так и получается, что есть некоторые положения в гуманитарных науках, которые, в принципе, бесспорны. Гуманитария говорит на человеческом языке, она это вытекает с прошлого пункта. И нередко в этом языке и заключен предмет и метод исследования. А естественные науки, технические, опираются на математику, которая далека до большинства людей. А математика, ну, собственно, не есть то, что она описывает. Тоже очевидные, да, пункты непосредственно. У нас есть, с одной стороны, гуманитарное знание, которое пользуется языком, которое даже иногда изучает язык методами самого языка. И у нас вот такое получается знание. Знание более точное, более объективное, в том плане, что человек изучает человеческое. Это близко человеку, это может быть выражено на его языке, его понятиями, его догмами. Нам неизвестно, может ли знание о природе быть выражено на человеческом языке. Ученые считают, что можно. Ученые также считают, что это можно выразить через математику. Ну, допустим, конечно, но это не точно, правда. К сожалению, это не точно. Так как математика не является тем, что она описывает. Вот, например, у меня есть ручка в руке. Вот ручка. Как математика ее опишет? Точку поставит оси и будет вращать палочку. Вот эта палочка не есть ручка. А ось не есть мои пальцы, которые держат эту ручку. И точность научного познания в данном случае, она вот опять же страдает. Несмотря на то, что все это может быть описано тысячи формул, что там, может, реликтовые лучи могут проходить через эту ручку. Неважно совершенно. Все это абстракции. Они менее точны, чем то, чем манипулирует обычно гуманитарное знание. Но, к сожалению, это точно так. И, к сожалению, по-другому познавать мир. Ученые, ну, в принципе, не умеют. И метод познания мира учеными один из самых лучших, просто из предложенных. Ну, вот поэтому вот так вот. Вот так вот сложилось, и это нормально. Это нормально, но просто вот такая вот разница есть. Это не то, чтобы большая критика естественного знания, но просто вот так вот сложилось. Продолжаем. Еще один похожий пункт. Предметы гуманитарных наук ближе людям. А предметы технических и естественных наук более специальны и далеки от обывателя. Опять же, к сожалению, это так. Это так, потому что люди... Люди смотрят фильмы. Люди смотрят, не знаю, сериалы. Люди читают книги. Люди читают газеты. Людям очень близко что-то гуманитарное. Просто гуманитария изучает людей. Поэтому все гуманитарное людям и близко. А вот какие-то звезды, какие-то планеты, движения каких-то космических тел, взрывов, и каких-то сверхновых, это интерес довольно-таки небольшой прослойки людей. И ладно, ну ладно, звезды, звезды. Ну, динозаврики там, какие-то книжки модные. Можно про это прочитать. Но разбираться в этих науках непосредственно самому, это довольно трудно. Это довольно трудно. И каждая наука естественного цикла, она требует очень большого количества временных ресурсов. А также нужно зубрить математику нередко. Особенно в технических, физических областях просто математику нужно зубрить. Это очень сложная математика, которой большинство, подавляющее колоссальное, большинство людей не имеет никакого отношения. И люди просто не поймут то, что говорят специалисты в этих областях. Отсюда и получается, что гуманитария, она ближе людям, чем технически естественные науки. Вот так вот получается, так вот и есть на самом деле, к сожалению. И к счастью, не знаю. Так вот, продолжаем дальше. Гуманитарные науки более полезны в повседневной жизни. Они пронзают всю эту современную жизнь, являются неотъемлемой частью досуга и образования. Ну, во многом это повторение того, что было сказано, во многом и дополнение. А технически естественные науки менее полезны в повседневной жизни, даже с учетом важнейших сфер, производящих технические устройства и создающих медицинские услуги. Опять же, это было раскрыто несколько ранее, но мы сейчас дополнительно выделим. Гуманитарные науки более полезны. Так почему же они более полезны? Заметим, что большинству людей в мире, подавляющему большинству людей в мире, никогда в жизни не понадобится математика уровня выше шестого класса. Ну, только если для сдачи каких-то зачетов и экзаменов. Тоже можно сказать про физику и биологию. В повседневной жизни они не имеют той пользы, которую имеет гуманитария. Естественно, и техническое знание крайне специальное и специфическое. Да, мы имеем множество прекрасных технических устройств и прочих благ, которые явились следствием развития технической сферы. Самым ценным изобретением и самым полезным определенно является компьютер. Но из-за чего компьютер такой ценный? Из-за того, что он может что-то там считать? Из-за того, что он может рассчитать реакторию полета ракеты? Из-за того, что он может рассчитать реакторию полета кометы? Из-за того, что он может в точках изобразить положение звезд? Нет. Основная ценность компьютера заключается в том, что это инструмент гуманитарии. Вы не поверите, компьютер колоссально гуманитарен. На нем можно рисовать картины, можно писать книги, можно обрабатывать фотографии, можно писать статьи, можно хранить и распространять произведения искусства. Все это занимает значительную часть жизни большинства людей. Именно поэтому компьютеры так важны, так популярны и так полезны. Только за счет того, что они максимально гуманитарны. Как бы это не казалось многим естественникам смешно, но именно гуманитарные аспекты компьютеров привлекают к ним такое колоссальное внимание и делают их такими полезными. Нет, но если бы просто естественники и представители технических наук увлекались бы созданием компьютеров, то больше никому они были бы не нужны. Это были бы очень примитивные интерфейсы, во-первых. Потому что дизайн это скорее гуманитарная сфера тоже. Вот так. Дизайн гуманитарная сфера. У нас бы не было современных интерфейсов. Все было бы крайне примитивно в плане именно визуальном. И естественники просто бы что-то считали бы. Ну, считали, какие-то знания получали и никто больше бы не довольствовался благами таких вот технологий. Но мир строен иначе. Ну и последний пункт. Очень субъективный. Гуманитарные науки интереснее. Просто интереснее. Вот-вот-вот-вот и просто интереснее. Ну, нужно быть очень редким, так скажем, простите за слово задротом, чтобы вам куда было интереснее, например, изучать физику или биологию. Гуманитарные науки, они интереснее, потому что они изучают жизнь. Многим людям жизнь интереснее, ну, другой, например, жизни. Жизнь человека интереснее жизни животного. Для многих людей вот это вот так. Ну, что там в жизни животного можно изучить, многие подумают. Да, в жизни человека многое можно узнать. Естественно, и технические науки более специальные, сложные и, как следствие, скучные. Также они больше заточены под монотонный труд. Я часто слышал, как люди, изучающие высшую математику, ну, просто изнывают, изнывают на физических факультетах. Им неинтересно, им скучно, они не хотят её знать. Им больно, им больно от того, что они этого не понимают. Нет, они не могут этого понять. Они хотят заниматься какой-то другой физикой, видимо. Но нет, нет, их заставляют всё это учить. Гуманитарные науки в этом смысле более интересны. И они подразумевают, что, вообще-то, многие люди могут сделать какие-то свои уникальные выводы. Это тоже хорошо. Вот 8. Во многом связанных друг с другом, во многом некоторые не связаны друг с другом, фактов, которые делают гуманитарные науки, ну, по крайней мере, сравнимыми с естественными. Да, у гуманитарного знания есть свои очень существенные плюсы. Очень существенные плюсы. Да. У естественных наук и технических гуманитарных есть свои сильные и слабые стороны. Только глупый фанатик своей специальности может говорить, что одна из сфер – это великая, точная и совершенная наука, а вот другая – это что-то жалкое, жалкое подобие на науку. Нет. У гуманитарной сферы есть свои плюсы, которые многие сейчас не признают. Дело в том, что предмет гуманитарной науки настолько вписан в повседневность, настолько един с бытием человека, что многие гуманитарию даже за науку-то не считают. Мне же думается, что крайне нелепо отрицать значение гуманитарной сферы и представлять только естественно-техническую. Польза есть и от той, и от другой. Притом, если мы начнем мериться пользами, то вдруг окажется, что гуманитарии изучают историю науки. Без чего естественники многое бы потеряли. Охваленные врачи воспитываются благодаря методам гуманитарной педагогики, без которой врачей даже к животным бы не стоило подпускать. Тот, кто не видит пользы одного, но зацикливается на пользе другого ослепленный. Чтобы убрать это ослепление, я снял данное видео. Ну, в целом, я в одинаковой степени уважаю и гуманитарные, и естественные науки. Я ненавижу только филологию, честно говоря. Из всего спектра наук я больше всего презираю филологию. Ну, вот так вот сложилось. Филологи – враги творчества. Вот, к сожалению, тоже это вот так вот сложилось. Кстати, да, я вроде как слышал, что филология не представлена во многих заграничных вузах. Это фишка России, видимо. Ну, неважно. Гуманитарные науки естественные. Вот такое вот сравнение мы провели. Вам, может, что-то не понравится. Может, вы что-то хотите поспорить. Ну, я считаю, что вот это вот так вот. Вот так вот. Конечно, польза естественных наук, она тоже очевидна. Тоже есть большое количество технических прекрасных устройств, с помощью которых я в том числе записываю это видео. И пересылаю его в интернете. Но видео-то гуманитарное, как бы. И ценность его определяется гуманитарными факторами в данном случае. Я могу читать эту лекцию не столько в интернете, а просто перед людьми, например, мог ее читать. То есть, альтернативы техническому развитию есть. А вот альтернатив гуманитарии, вот, нет. Нет, нет. То есть, мы можем много проводить вот такие вот параллели, в которых гуманитарные науки будут лучше технических. Есть просто сферы, на которых гуманитарные науки заточены лучше, чем технические. И это нормально. Это нормально. Если бы естественные науки пытались ухватить абсолютно все, у них бы не было своего метода, и они бы занимались ерундой полной. И у гуманитарных наук тоже есть свой метод, и они не занимаются полной ерундой. Просто это нужно признать. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok